Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим о том, как оценивать ваше домашнее вино, как понять, что оно действительно хорошее. Конечно, есть определенная категория, которая говорит, а мне нравится. При этом пьют кучу воды, сыпьют кучу сахара, используют там самый худший виноград, то, что больше вообще никуда не годится, считают, что их вино хорошее. Ну, окей. Каждое мнение имеет право жить. Но все-таки мы должны немножко трезво оценивать то, что мы делаем, и стремиться к лучшему. Так вот, как понять, что у нас получилось хорошо? Конечно, ваше вино, оно должно вам нравиться. Потому что в первую очередь вам, вы же делаете его для себя, вы не делаете его для какого-то вот там эксперта. А в первую очередь вы его делаете для себя. Но нам же надо стараться, да, и стремиться к лучшему. Первое, что мы должны оценивать, это, конечно, его, ну, такие основные параметры в виде нормальной прозрачности, в виде отсутствия каких-то плохих запахов, там, уксусного запаха, там, серного запаха, ну, каких-то запахов, которые вино не характерны. Тот же цвет должен быть, да, все-таки белые вина, конечно, домашние белые вина, они нормальны, если они будут больше в желтой оттенке. Это нормально, но если оно уже совсем коричневое, шоколадное, это не очень хорошо. Мы что-то сделали не так. Да, если оно нам по вкусу нравится, все замечательно, но есть смысл, например, на следующий сезон провести работу над ошибками. Потому что все-таки белое вино, оно должно быть, даже если мы его делаем по красной схеме, с желто-соломенных оттенков, коричневого уже не совсем. Точно так же и красное вино, оно может быть в фиолетовых оттенках, оно может быть в рубиновых оттенках, но если оно ушло в кирпич, если оно вдруг потеряло цвет, ну, значит, что-то пошло не так вообще. О болезнях вин, о том, что с ними может случиться, нам нужно знать, дабы этого избегать. Конечно, на 100% избежать невозможно, даже на производстве вина болеют. Но, тем не менее, мы в первую очередь должны оценивать вот это, не произошло ли с ним что-то нехорошее, ну, и делать работу над ошибками, как избежать этого в дальнейшем. Кратенько касательно запаха уксуса, тоже я несколько раз об этом рассказывала в разных видео. Сюда же запах ацетона, запах лака для ногтей, такое бывает в винах, это летучая кислотность, в принципе, она потом проходит. То есть, это, конечно, ну, как бы не очень хорошо, но не критично. Она потом проходит, опять же, на будущее, думаю, понимаем, как этого избегать. Но сегодня все-таки мы говорим не о болезнях, да, вот это, конечно, надо оценивать, а именно о вкусовых качествах. Смотрите, наши вкусы, они развиваются, их надо развивать. И для того, чтобы правильно оценить наше вино, насколько оно хорошее, нужно пробовать другие вина. Идем в магазин, да, как бы, смотрите, парадокс в том, что, с одной стороны, мы делаем домашний вино, что в магазин не ходить, но, с другой стороны, все-таки, чтобы нам оценить, все ли у нас хорошо и, ну, как бы, к чему-то стремиться. Да, мы идем в магазин и покупаем там вина. Причем не самые дешевые. Вот то, что там за 3 копейки, непонятно, какого розлива, нет, не надо такие вина пробовать, и не надо с ними сравниваться, надо равняться на лучшее. Что выбирать? Ну, тут уже, как говорится, вы смотрите по вкусу. Можно пробовать вообще, опять же, чтобы разбираться в вине, нужно о вине читать, нужно о вине знать и пробовать разные регионы, разные сорта. Ну, как бы, на что можно обращать внимание, что, как бы, более-менее качественно это вина с контролируемым названием по происхождению. Не буду сейчас останавливаться подробно, что это такое, но, то есть, это определенная категория вин, достаточно хороших. Вот вы берете и пробуете на вкус, на запах, на ароматику, и потом сравниваете. Вот вам какое больше нравится. Знаете, вот один как-то был случай такой, на даче я пришла к родственникам, и у них стояло какое-то вино, вот налили в бокал, оно прям такое бархатное-бархатное. И вот я думаю, вот такое классное, пусть бы у меня такое получилось, вот прям мне захотелось, ну, такое похожее вино, чтобы у меня получилось. С другой стороны, вот даже покажу, я специально оставила бутылки, недавно мы покупали, значит, это Мальбек, 18-го года, из провинции Кагор, французское вино, контролируемое по происхождению, но, честно говоря, не понравилось вообще. Очень тонинное, и если в первый день, вот будете смеяться, у семей из двух взрослых человек, недопитая бутылка стояла недели полторы, просто даже, даже не хотелось его не пробовать, ничего. Конечно, вкусы у всех разные, но нам не понравилось совсем. Очень тонинное, да, сначала такой аромат черники, вкус черники, ну, недавно мы пробовали свою, и, кстати, когда вот это налили в бокал, попробовали, мы же говорили, слушай, а можно наши сравнить? И как раз еще была одна бутылка урожая прошлого года, там была смесь Лондон Арму, Кузани, Ханка, Мускат Блау, наверное, все. Просто по чуть-чуть были урожаи, поэтому все вместе, смешали. И вот когда прям попробовали один бокал и второй, ну, говорит, не наши, в разы приятнее. А почему приятнее? Здесь танины, причем такие грубые. И вот когда мы через полтора недели опять решили его попробовать, ну, вообще, прям, знаете, как будто зеленый хормус съел. Вот все во рту вяжет, сухо, слюны нет, совсем неприятно. То есть, если еще первое впечатление, ну, так, куда не шло, то потом думаешь, фу, какая гадость. И более того, знаете, что, вот когда я его попробовала, через полторы недели, я вспомнила случай, когда мое вино немножко приболело. Оно стало мутным, и какой-то появился такой, у него не супер приятный привкус, и я нашла его здесь. Да, даже так. То есть, ну, не понравилось совсем. У нас танины мягче, округлее. Ну, кто-то любит, кто-то любит танины, кому-то это нравится. Вот, вот именно такие танины. То есть, опять же, сравнивайте и понимаете, чего вам не хватает или наоборот хватает. мы сравнили не в ту сторону пошло сравнение. Понятно, что сорта разные, но абсолютно разные. Тем не менее, мы просто пробуем, мы развиваем наш вкус, мы учимся распознавать. И если мы будем пробовать только одно свое, ну, мы и зациклимся на том своем. Хотя бы иногда, там, раз в когда-то, когда позволяют наши бюджеты, когда позволяют наши возможности, я вам очень рекомендую просто брать, покупать. Замечательно, если мы еще перед этим, например, о каком-то или не почитаем, хотя бы о сорте. Что вот, там, вина из Мальбека характеризуется тем-то, тем-то, тем-то. Вот они характеризуются терпкостью, черникой. Ну, вот у Лондонуар, например, черника мягче. Мне больше нравится. Следующее, что мы купили, это Пинонуар калифорнийский. Ну, тоже надо понимать, что Пинонуары, они очень разные. И в разных частях света их делают по-разному. У нас сидит три куста Пинонуара и, грубо говоря, лично даже мне надо было вспомнить, что такое вино из Пинонуар, ну, чтобы в дальнейшем понимать, как бы к чему идти, к чему стремиться. Шестнадцатый год, кстати, но не понравилось. Какое-то оно пустоватое. Вот я вам много раз рассказывала, что молодые вина, их бывает, когда пьешь, такое ощущение, как будто их разбавили водой. Хотя, ну, никак. Ну, я же пробую свои молодые вина, да, я же их не разбавляю. Но ощущение такое. Так вот, вот здесь было то же самое. Вот оно совсем, ну, опять же, конкретно данный экземпляр, это не значит, что все магазины вина плохие там. ну, конкретно данный экземпляр, вот, не совсем понравился, ну, чего-то там не хватает. Вроде ароматика есть, ну, какое-то вот ощущение такой разбавленности, пустоватости, потом какая-то горчинка вылезла. и смотрите еще, как бы, для чего нам нужны магазины вина. Да, сравнения могут быть в другую пользу, безусловно. Я пару минут назад рассказывала об этом, но мы пробуем разную ароматику. Если, ну, у нас, как бы, сколько вин разных мы можем делать? Не так уж и много. И если мы пробуем только их, то, опять же, наши рецепторы вкусовые, они заточены только под это. Когда мы начинаем пробовать что-то еще, опять же, мы начинаем распознавать вот эти вот терпкие нотки, нотки ягод. если у нас есть время возможности финанса, мы можем пойти на какие-то курсы с эмелье, там много чего попробовать, и нам стало бы гораздо легче. Но не у всех есть время возможности финанса. Поэтому учимся сами. Берем, пробуем и сравниваем. И обязательно, когда вы пробуете, как свои вина, как в магазине делайте какие-то заметки, что вы ощущаете, как вы ощущаете, какой цвет, какой вкус, какой запах. Есть такое понятие первый нос. Вот налили в бокал, сразу понюхали, чем пахнет. Поболтали, понюхали второй нос, чем пахнет. Распознаете вы какие-то запахи, не распознаете. Опять же, очень хорошо хотя бы почитать, пусть не про конкретные экземпляры, которые вы купили, но про вина из определенного сорта, про вина из Мальбека, про вина из Пенонара, про вина из Шарданы. Можно что-то почитать, хотя бы какие-то базовые параметры выделить. Ну, конечно, опять же, смотрите, мы с вами, многие, растим те сорта, из которых вин в магазине нету. но мы берем как бы нормальное, хорошее вино, мы его пробуем и сравниваем, опять же, по нашим ощущениям. Что нам нравится, что нам не нравится. Баланс кислоты, баланс танинов, лично мне здесь не понравился баланс танинов, кстати, в Пенонаре тоже. Они там есть, но мне не нравится. Не на мой вкус, мне нравится что-то более мягкое. Попробовали и уже начинаем понимать. Также, может быть, например, мы не совсем осознаем, что такое послевкусие. Вот что-то попробовали, да, или аромат каких-то ягод, там, аромат подлеска. Многие слышали и не понимаем, что это. Но где-то мы как раз-таки можем это прочувствовать и потом нам уже будет проще. Кстати, вот в Пенонаре я услышала смолу, смолистые ноты, причем такие для меня не очень приятные. И знаете, что интересно, что те же смолистые ноты когда-то были в одном из моих вин. И я даже думала, что, ну, может, оно немножко уже подболевшее. Такое бывает. Это абсолютно нормально. Болеют вины все. И наши, и не наши. И вот я услышала знакомые нотки. То есть, пробуйте. Не зацикливайтесь только на своих. То, что мы делаем свои, это очень классно. То, что они нам нравятся, это очень классно. но развивайте свой вкус. И особенно вот те, кто любит добавлять воду и сахар, вот разбавлять, ну, конечно, ваше право, ваше дело. Кто-то считает, что если этого не добавить, вообще сухое вино это уксус. Ну, на самом деле, сухие вины и уксус не имеют ничего общего. и понятно, что если у вас сильно кислый виноград, и вы еще не совсем правильно с ним обращаетесь, да, ваши сухие вина будут кислые. Так вот, сходите в магазин, купите хорошее сухое вино. в конце концов, в магазинах есть консультанты. Если мы вот идем в специализированный магазин, там есть консультанты, которые могут что-то рассказать и посоветовать. И попробуйте вот хорошее вино. К сожалению, по многим причинам, да, мы не всегда пробуем хорошее вино, да, это так, и не надо этого стесняться. Но попробуйте. В некоторых магазинах есть даже дегустационные бары. Можно там пойти, если нам не надо бутылка, там пойти что-то попробовать, буквально бокал. И задать себе вопрос. Вот с моим как, на каких позициях, да, когда мы начнем это пробовать, мы поймем, что сухие вина совсем не кислые. А значит, нам есть к чему стремиться. Что танины в определенной степени хорошо. Ну и в принципе мы понимаем, начинаем понимать вкусы вина, начинаем понимать ароматы вина и начинаем сравнивать. И, ну, конечно, понимаете, мы в нашей средней полосе может быть не сделаем великое вино, как там во Франции из определенных сортов. И, да, я говорила, что у меня сидят три куста пинонара, это разные клоны. и не факт, что у меня что-то из них получится, потому что наш климат специфический, но мне есть к чему стремиться. Да, вот этот конкретный экземпляр мне не понравился совсем, но это не значит, что все все пинонар плохое. И когда я сделаю свое, я вспомню, я открою заметки и посмотрю, что было там и что получилось у меня. Уже есть какой-то сравнение, уже есть точка опоры. То есть все-таки сравнивайте. Безусловно, в первую очередь должно нравиться вам, потому что для того мы винные делаем, чтобы они нам нравились. Тем не менее, нам надо развиваться и развивать свой вкус. Поэтому пробуйте вина магазинные, пробуйте вина разные, делайте заметки для себя и тогда вам будет проще понимать, чего не хватает вашим винам. Ну и конечно же изучайте технологии, потому что когда мы знаем технологии, тогда нам гораздо легче управлять и гораздо легче прийти к тому результату, который мы хотим получить. Конечно, если бы мы жили в таких очень благоприятных регионах для виноделия, то в принципе вырастив хороший виноград можно сильно уже больше ничего не делать, просто оставить его в покое и получить классное вино. Но, к сожалению, мы живем немножко не в таких регионах. Мы живем и выращиваем виноград в достаточно сложных условиях, тем не менее у нас вполне неплохо получается. но нам есть к чему стремиться. Поэтому пробуем, сравниваем, анализируем. Ну, конечно, стремимся к лучшему. А также, если у нас что-то, скажем так, не получается и мы понимаем, что магазинное вино, оно лучше. Да, вот в моем случае у меня прям бальзам на душе, честно, что я понимаю, мое вино лучше, оно вкуснее, оно приятнее. Ну, конечно, если магазин выигрывает, то не надо расстраиваться, думать, что все, ваше вино плохое, никогда больше за это не берусь. Нет, вам просто есть к чему стремиться. И если вы находитесь в той стадии, когда вот вы добавляли воду и сахар, попробовали, да, и поняли, что оказывается сухое вино не уксус, оказывается сухое вино может быть хорошим, ну, просто садимся и изучаем технологии, думаем, что вам нужно для того, чтобы получить вкусное, хорошее вино. Не разбавлено вот эту водичку с сахаром, а вино другого порядка. Конечно, мольбек мы, может быть, у нас не вырастим. И вообще, многие из нас растят сорта изобельной группы и делают вина из сортов изобельной группы. Тем не менее, опять же, мы понимаем, сравниваем. Да, они разные. Тот же мольбек тонинный и какой-нибудь вино изделки, они будут совершенно разные. Но, тем не менее, вот наше восприятие, насколько нам приятно, либо неприятно его пить, насколько нам хочется сделать еще глоток или не хочется, насколько вот мы это воспринимаем все, и насколько нам запоминается то или иное вино. И это уже будет оценкой качества ваших вин. То есть, сравнивать можно, сравнивать нужно. Ну, а дальше, если что-то пошло, скажем так, не по плану, просто подумайте, а что бы вам еще нужно было бы сделать, чтобы получить вино более гармоничным. Ну, опять же, какая у нас основная проблема у 90%? Это кислота. Попробовали, поняли, что оказывается сухое вино не кислый, не уксус, значит, изучаем, как работать с кислотой и, в принципе, не кислое вино в домашних условиях в большинстве случаев получить достаточно легко. Просто нужно немножко знать технологии и все получится. Надеюсь, видео было вам полезным. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом нажав кнопку «Еще», ссылка на каталог наших сортов винограда, ссылка на плейлист по домашнему виноделю, где можно найти очень много чего интересного по приготовлению вин, по винным технологиям и наши контакты. До новых встреч!